Всем привет, мои самые хорошие подписчики, зрители и комментарчики. Ну что, хочу вам рассказать и показать несколько странных и необычных видеосюжетов. Конечно, кто-то из вас, наверное, уже видел, а кто-то еще нет. Но я, друзья, вас торопить не буду. Хочу вам показать то, что реально вам будет интересно. В общем, вы должны сделать только одно условие. Это досмотреть до конца видео. А дальше, понравится вам, ставьте лайк. А если вам еще понравилось, то подписывайтесь, друзья. Я много чего вам буду показывать. Так что, приятного вам просмотра. Странно, отчетно. Как-то понять не могу. Вы точно такое не видели? Ух ты, Лен. Я не буду, я не буду. Что такое? Всем привет, друзья. Вы на канале Тайная НЛО. Сегодня для вас есть несколько странных и необычных видеосюжетов. Но давайте начнем с первого. Но это, друзья, для вас будет интересно. Миг-29 был похищен. Похищен необычным объектом. Перед вами несколько удивительных факторов. Два самолета и один НЛО. Пассажирский самолет, который вы видите, снимал один очевидец, заметил, что рядом с МиГ-29, который летел в какое-то внеобычное направление, случилось так, что летающий дискообразный объект его похитил. Есть множество сюжетов, которые подтверждают такие данные. Но их надо еще изучить. Почему объекты нападают и почему все думают, что это часть какой-то жизни? Есть множество людей и старых пилотов, которые летали еще в советское время, рассказывали, что с объектами НЛО нельзя накладывать свои воздействия на их действия. Что это было значит? Это то, что нельзя даже к ним подлетать и что-то вытворять. Представляете? Такие необычные моменты происходят очень часто. Но только единицы мы можем вам показать. Но почему это происходит, вы спросите меня? Да потому что вы сами посмотрите. Конфликты воздействия на какие-то события на нашу планету воздействуют теперь на людей. Не верите? Тогда посмотрите этот кадр. Что вы думаете по поводу этого? Нет. Это, друзья, странно. Но перед вами горная деревня, которая была атакована каким-то необычным объектом. И ведь этот объект что-то на землю выпустил. Множество очевидцев в этом месте могут сказать реальные события. Но я вам скажу так. В этом месте, друзья, в горных массивах располагаются очень множество туннелей. Горных туннелей. Люди местные даже не понимают, кто их создал. Но есть ответ на этот вопрос. Говорят, что здесь, друзья, есть нечто необычное, аномальное. И часто люди видят, как в небе что-то происходит. И вот случилось странное и необычное. Один местный житель зашел в одну пещеру и нашел артефакт, который не принадлежит ни людям, ни вообще какой-то другой эпохе цивилизации. Он отнес в деревню. И через несколько дней случилась катастрофа. Посмотрите, что произошло. Этот объект именно в его дом ударил каким-то необычным газовым лучом или что-то наподобие. И все. И больше ничего. Есть множество доказательств того, что если человек что-то находит из золота, а НЛО любит золото. И мы видели нам множество интересных таких картинок, которые в египетских времен располагаются, поклоняются там богам, жертвоприношения, золото дают и дары. Но почему это все происходит? Да потому что каждый человек понимает, что объекты НЛО и как их называют богами пришельцев, это, друзья, часть нашего мира. Ну вот очень интересный момент. В горах Кавказа был замечен нечто похожее на летающий объект очевидец, который сейчас снимает эту необычную картину, утверждает о том, что это все-таки, друзья, странный летающий объект, который располагается недалеко от этого места. Есть еще военная база, но утверждают о том, что это, скорее всего, не люди создали, а, скорее всего, что-то аномальное. Ведь множество на Кавказе происходят уникальные события, и там находят артефакты, которые даже сейчас ученые понять не могут, к какому времени относились эти артефакты. Ведь множество событий, которые мы с вами видим, слышим и наслаждаемся какими-то событиями, мы понимаем о том, что это такое, друзья, и как это происходит. Ведь множество моментов, которые на самом деле происходят, это происходит с человеком. Но это еще не все. Кавказ не только скрывает вот такие объекты, но там есть еще и военные базы, которые, скорее всего, циркулируются для воздействия событий на нашу землю. Что это значит? Это значит о том, что готовится что-то нечто, похожее на оружие, чтобы напугать людей или врага, что-то наподобие. Но давайте еще кое-что покажу вам. Посмотрите теперь, друзья, то, что вас это шокирует. Что мы нашли на Кавказе. Рядом с нами располагается почти метров 30 нечто, похожее на инопланетянина. И ведь множество событий, конечно, будут в шоке о том, что мы сейчас видим. Рассказывали мы про это место уже давно. Но все, что происходило в этом месте, остается в этом месте. Видите, что туман спустился с гор. А это значит о том, что-то здесь сейчас будет происходить. Ведь множество людей не верят в то, что происходит. И мы только показываем, рассказываем и доказываем о том, что здесь, друзья, происходит. Ведь люди понимают, что наша планета взаимосвязана с каким-то инопланетными воздействиями. Ведь множество людей даже считают, что наша планета окружена куполом. А другая, друзья, часть людей считает, что мы среди пришельцев. Или, как говорят, пришельцы среди людей. Ведь множество событий, которые я вам сейчас показываю, рассказываю, это место, друзья, и правда секретно. Я не могу точно вам сказать координаты, но это место опасно. Здесь пропадали и дети, и люди, и животные. Что это за место? Это, друзья, секрет. Наше путешествие на этом месте как раз и начиналось. И мы много раз, друзья, возвращались на это место, чтобы показать вам. Но такие события только пугают наших зрителей. Поставьте лайк, друзья, подпишитесь. Ну, а мы идем к последнему. На последнем видеосюжете на один военный самолет был совершен, можно сказать, момент воровства. Перед вами, друзья, самолет военный, который был похищен на авиабазе. Как утверждают, такие необычные моменты происходят очень редкость. Но вот вопрос для тех, кто хочет знать реальные события. Ведь на этом самолете перевозили артефакты, представляете, которые были, как утверждают, похищены именно с египетских пирамид. Что произошло с этими артефактами и самолетом, неизвестно. Но, скорее всего, вы видите уникальные кадры, как объекты НЛО утаскивают этот самолет в туман. Такие необычные явления происходят очень редкость. Но нам удалось все-таки получить эти уникальные данные и посмотреть, что на самом деле произошло. Нету только списка того, что артефакты находились в этом самолете. Но есть и то, что множество людей, которые работали в частной компании, военной, рассказали, что они перетаскивали артефакты с каким-то необычным вакуумом. Что это значит, неизвестно. Вот и вся интересная новость, которая сегодня, друзья, может и произойти еще раз. Ставьте лайк, подписывайтесь, не забывайте делиться роликом и так далее. А я с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вот смотрите, это просто безумие. Это необъяснимо. Да, ну. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Скорее всего, у нас скоро наступит то день, который называется вторжение. И все космические объекты, которые сейчас находятся, как все утверждают в космосе, это не так. Мы все знаем, что все происходит из земли. И вот, друзья, очень интересный кадр. Мы видим колонну военных, которая с сопровождением четырех истребителей. И вот, что самое интересное происходит. А происходит то, что рядом появляется летающий объект, который зафиксировал другой самолет. И вот тут, друзья, самое интересное. Ни истребители, ни самолет не меняют курс. Я, кстати, об этом вчера говорил, почему. Но вот тут вопрос интересный. И никто не может понять, почему все это происходит. Я за последнее время увидел много чего странного и необычного. Но такое уже не в первый раз. Скорее всего, пилоты знают, что это не враг. И, скорее всего, он находится в таком необычном месте, как называется буферная зона. Ведь если мы знали, что объекты НЛО бы сбивали каждый пассажирский самолет, то был бы, наверное, галактический хаос или война. Но давайте не будем на этом останавливаться. Мы идем дальше. А дальше еще интереснее. За последнее время стали происходить очень удивительные моменты. Я реально говорю. И вот один из этих моментов. За последнее время, друзья, летающие объекты стали посещать побережье Черного моря. И даже там люди себя не чувствуют в безопасности. ПВО не работает. Спутники их не видят. Тогда что это вообще такое? Но вообще идет очень интересная дилемма, что это, друзья, даже не НЛО, а какая-то секретная оружие. Которая входит на вооружение. Я, конечно, может, удивлен. Но в таких ситуациях я первый раз вижу, что мы видим, что это, друзья, нового поколения вооружения. Конечно, можно сравнивать много раз и тысячу. Но такое, друзья, что мы сейчас видим, я, конечно, удивлен. Конечно, есть люди, которые считают, что это фейк и неправда. Но давайте все-таки разберемся. За последнее время объекты НЛО стали посещать Черное море именно при военных базах, где располагаются именно солдаты. Зачем это? Может, это какая-то секретная разработка или тайное секретное оружие? Я не знаю. Но есть то, что называется, друзья, ужас. Конечно, можете, друзья, не верить. Можете говорить, что это фейк. Но это было снято недалеко от Геленджика. Правда в том, что люди, которые видят, они подумают, что это какая-то голограмма или видеошоу или светошоу. Это решать вам, особенно днем. Но есть еще кое-что интересное, которое точно вас заинтересует. Посмотрите, друзья, на этот необычный момент. Что вы здесь видите? Подумайте хорошенько. А это, друзья, очень интересно. Даже я не могу дать пояснение, что я вижу. Конечно, за последнее время можно видеть много чего. Но такое я первый раз вижу. Скорее всего, что-то необычное запускается в космос. Я видел очень интересное похожее видео, которое называется питание энергии. То есть, что-то запускают как шар электрический при плохой погоде, где гроза или гром. А потом они заряжаются какими-то необычными электромолниями. Но здесь, друзья, очень интересно знать. А может, это вообще совсем другое. Но это, скорее всего, необъяснимо. Потому что, фактически, за последнее время, посмотрите, как растягивается молния. Я думаю, что это, скорее всего, что-то похоже на природное орудие или оружие, или климатическое оружие. Потому что, может, это необычное. Как раз должно останавливать плохую погоду. Сугратом, шторма и другие климатические воздействия на нашу планету. Но пока что мы видим только этот видеосюжет. И объяснить именно то, что такое в первый раз я, конечно, в шоке. Но, конечно, есть и самое интересное. Я уже рассказывал про один очень удивительный видеосюжет. Ну вот, друзья, нам удалось увидеть, как этот объект залетает обратно. Посмотрите. Перед вами телепортация. Или, как называется, портал другое измерение. Конечно, вы сейчас будете заявлять о том, что это неправда, это фейк и так далее. Но за это время, друзья, можно было ощутимо увидеть много чего интересного. И самое главное, подписчики, конечно, удивлены в связи с этой ситуацией. Кстати, это видео было снято на Кавказе. И как ни крутите, друзья, Кавказ это самая первоначальная схема объектов НЛО. После Урала и Алтая. Я, конечно, удивлен. Но такие интересные кадры, которые нам удалось все-таки получить. И эти кадры сейчас вы видите на своих экранах. Очень удивлены даже все люди. Очень удивлены не только, но и военные. Я знаю очень интересную историю, которая здесь происходила еще до этого времени. Нам никто не верил, но здесь происходили летающие шарообразные огни. А вот теперь мы видим на своих экранах вот такую необычную историю. Но это, друзья, надо еще проверять. Потому что множество поделок и фейков могут находиться везде. Так что не так сильно удивлены. Посмотрите. Ну а вот этот видеосюжет уже в Грузии, который я об этом уже говорил. Помните вы, что этот летающий объект находился недалеко от советской военной старой базы. И вот то, что вы сейчас видите, это объект, который мы сейчас видели, как он уходил потом в портал. Кстати, два ролика, они по разным датам различаются и по месяцам. То есть, перед тем, что мы сейчас видели, это чуть старее видео, а вот по новее. Так что, друзья, если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Ну а я с вами прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok